Свою первую и, надеюсь, пока последнюю художественную книгу, научно-фантастический роман «Тёмное пламя» я издал уже довольно давно, в 2011 году. Я издал в издательстве «Снежный ком.М». Должен сказать, что, на мой взгляд, писателю всегда сложно говорить о своём романе, особенно если он написан в душе. В моём же случае это, полагаю, даже ещё сложнее. Вот как роман выглядит, а вот как он выглядит в полном размере. Я уже говорил на нашем канале, что, увы, считаю нас не готовыми к разговору о носферном мировоззрении. Мой роман – одна из попыток подготовить, в том числе и нас, к такому разговору. Но это будет непросто. Начать нужно с того, что данное мировоззрение конспирологическое, и в открытых источниках о нём не прочесть. Есть только небольшой цикл книг супругов Бузиновских, самый известный из которых стал Тайна Воланд, в которых они открытым текстом рассказали о данном мировоззрении, и о его создателе, Роберте Бартене. И это первый и последний пока рассказ об этом мировоззрении, во всяком случае в открытом формате. Равно о коне рассказали в своих книгах и о созданном Роберте Бартене в Советском Союзе тайном обществе писателей, тайном обществе диск, в которое входили писатели, безусловно, составляющие золотой фунт не только советской, но и мировой литературы. Мой ролик о Роберте Бартене будет на конечной заставке, ну а вот его фото в полном размере. Равно как в этом цикле книг, они, на мой взгляд, неплохо рассказали о том, что диск был не только советской, но, видимо, и международной организацией. Впрочем, он таковой, видимо, остаётся и по сей день. На Западе они считали, им руководил Герберт Уэллс в своё время, и я с этим согласен. Кстати, я вообще склоняюсь к тому, что центр диска находится в Великобритании, но об этом понятно позже. Должен также сказать, что я очень давно заметил, что ряд известнейших писателей, как советских, так и зарубежных, в своих книгах тайно между строк пиарит некое неизвестное науке мировоззрения. Также я заметил, что это мировоззрение построено на концепции реинкарнации, что заметили и Бусиномские, и оно построено на благоборчестве. А вот этого Бусиномские, кстати, не заметили. Равно как и очень давно понял, что в мире, в котором доминируют авраамические религии, а также их два деривата, коммунистическое и риберальное мировоззрение, сделать такое мировоззрение, понятным простым людям, будет очень непросто. Но заодно понятно и понял, почему эта работа ведётся в тайне. Однако выход книг супруг Бузиновских показывает, что, похоже, тайный период работы над этим мировоззрением, а также над его пиаром, как минимум заканчивается. И именно поэтому я тоже решил приступить к работе, направленной на снятие фата Моргана с этого мировоззрения. И с этой целью и написал издок роман «Тёмное пламя» и даже начал работать над его продолжением. В «Тёмном пламени» я понятно об этом мировоззрении рассказываю, как и Бузиновский, открытым текстом. Единственное отличие я использую для этого не публицистику, а художественный, так сказать, слух. Судьба, однако, распорядилась иначе. Даже сейчас, спустя 9 лет, я работу над продолжением романа ещё не закончил. Более того, я склоняюсь к тому, что сначала будет правильным издать об этом всё же публицистическую книгу. И работа над публицистической книгой я, кстати, уже заканчиваю. Но беда в том, что мой роман, вначале неплохо прозвучавший и даже номинированный на две литературные премии, начал забываться. Год назад я решил напомнить об этом моём романе, скажем так, читателям, на своём канале на Дзене. И сначала написал на Дзене об этом цикл статей, а потом начал там публиковать фрагменты романа с продолжением. Кроме того, под каждой такой публикацией я начал давать ссылку на литературные премии, по которой электронную версию романа можно было купить. Почти год, толку от этого не было практически никакого, но несколько месяцев назад роман начали потихоньку, на саду регулярно покупать и начали покупать всё чаще. Знакомые давно советовали мне просто начать читать свой роман фрагментами на ютубе. И под каждым роликом таким тоже давать ссылку на литературные премии, по которой роман можно купить. Но мне эта идея не особенно нравилась, потому что когда читаешь, так сказать, не смотришь людям в глаза. Не смотришь в камеру, а смотришь в текст книги. А весь мой опыт работы, что с телевидением, что теперь с интернетом, показывает, что люди этого очень не любят. Я должен сказать, я для себя этот вопрос ещё и так и не решил. Хотя я склоняюсь к тому, что всё же почитать немного роман на камеру будет правильнее. Но только склоняюсь. Окончательное решение я ещё не принял. Но вот начать рассказывать о романах, а также о заодно и ноосферном мировоззрении на ютубе, я думаю, точно уже могу. И здесь мне точно ничего не помешает в ходе таких рассказов смотреть в камеру, а не в бумажку. Но и вот я решился, наконец, вот это вот начать. Сказать мне нужно очень много. Дело в том, что я глубоко убеждён, и давно глубоко убеждён, что ноосферное мировоззрение – это то, что сегодня нужно не только нашей стране, но и всему миру. Не больше и не меньше. Так почему бы нам потихоньку и не начать разговор об этом именно с разговора о моём романе? Тем более, что мне вообще-то, как ни крути, нужно выговориться. Мне нужно очень многое сказать, что я не досказал в романе, хотя он и большой. Я уже сказал, что писателю всегда трудно рассказывать о своём романе. И трудно прежде всего, потому что сказать нужно очень и очень много. Мне было тоже это настолько трудно, что я не смог написать даже синопсис к этому роману. И его пришлось написать одному из издателей, известному писателю-фантасту Глебу Усакову. Больше он известен под псевдонимом Ярослава Вера. Этот его синопсис я сейчас зачитаю, а заодно, так сказать, проведём первый эксперимент чтения на камеру. Когда смотришь в текст, а не смотришь в глаза. Но думаю, что, скажем так, выговариваться всегда всё же проще, чем именно рассказывать. А дальше я планирую именно выговариваться. Синопсис я лучше зачитаю непосредственно из романа. Вот, кстати, как роман выглядит, скажем так, в виде нормальной княгини, в виде её цифровой обложки. Ну и, с вашего позволения, я рискну засчитать синопсис. 23 век. Множество вещей, предсказанных более чем два века назад, мыслителям Эрф Роман в романах «Туманность Андромеды» и «Часбока» сбылись пугающей точностью. Кроме одной, предсказание о Великой войне, в которой погибнет не менее половины человечества. Звездолёт «Тантра», отправленный к планете Ирида, чьи передачи по Великому кольцу внезапно оборвались, обнаруживает, что цивилизация на планете погибла. Учёные полагают, что виной тому были рискованные эксперименты Иридиана с расщепляющимися материалами. Однако это не так. Новая экспедиция обнаруживает страшную правду. Планету уничтожил массированный ядерный удар из космоса. Межзвёздный фашизм существует. Разгадать код Эрф Роман – значит спасти Землю. Ну а на этом первый разговор. Давайте закончим. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok